Честно говоря, не представляю, как можно аппетитно показать щи. Это тот самый случай, когда внутреннее содержимое на голову превосходит внешний вид. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Поэтому, поверьте на слово, постные щи с квашеной капустой с сухими белыми прекрасны сами по себе и полностью самодостаточны. Сначала коротенькая предыстория. В студенческие времена попали мы как-то с режиссером к ее бабушке в гости. И она в числе прочих разносолов угощала нас в том числе вот такими щами. Я страстный мясоед, и в тот период жизни сама мысль о том, что может быть какой-то суп или щи без мяса была для меня просто невыносима. Поэтому я с крайним подозрением отнесся к содержимому тарелки. Но, будучи товарищем скромным и даже несколько вежливым, не стал выразить нос. Первая ложка сводила меня на повал. Сказать, что я был шокирован, это все равно, что сказать про выпавшего из окна девятого этажа человека, что он немного ушибся. Пройдем на рабочее место и приступим. Еще больше я был удивлен, когда выяснил подробности приготовления. Смотрите. Вот у меня сухие белые. Их надо нарезать средними кусочками. Дело в том, что все мои знания о щах на тот момент я почерпнул у Пахлебкина и относился к Вильяму Васильевичу как к пророку. Однако в случае с этим рецептом имелись кардинальные расхождения. И тем не менее это были щи. И не просто щи, а умопомрачительные, совершенно невозможной вкусноты щи. Быть может, конечно, у меня странный или испорченный вкус, но я предлагаю вам попробовать приготовить их вот таким вот способом, а после поделиться своим мнением в комментариях. Итак, складываю грибы в кастрюлю, заливаю их водой и довожу до кипения. Варить их пока не надо. Как только закипит, нагрев тут же выключу. А сам тем временем займусь подготовкой. Надо почистить парочку луковиц. Одна у нас пойдет в начале целенькой, а вторая ближе к окончанию готовки. Вот так будет нормально. Сегодняшний рецепт относится к так называемым похмельным супам. И первый ролик из этой серии вы можете посмотреть, ткнув сюда, ну или зайдя в описании видео. Это совершенно потрясающий рассольник с куриными потрошками. Грибы закипели. Выключаю. И накрою крышкой. Пусть настаиваются и медленно остывают. Охлебкин утверждал, чем проще овощной состав щей, чем более постные они, тем больше умения требуется для их приготовления. Я не могу говорить про все разнообразие щей, но касательно сегодняшнего рецепта, все однозначно. Возьмите достаточное количество белых сухих грибов, возьмите хорошую квашеную капусту, и результат будет совершенно восхитительным. Квашеную капусту надо подготовить. Для начала отделю ее от рассола. Для щей из квашеной капусты характерен один прием. Капусту в этом случае варят отдельно от мяса, ну или от грибов. Чтобы было удобнее затем есть, нарежу ее. Мясо варят отдельно от квашеной капусты, потому что кислота замедляет процесс разваривания мяса. В случае же с грибами не все так однозначно. Мне доводилось варить как вместе, так и раздельно. И, признаться честно, такой уж большой разницы я не заметил. Хотя вполне допускаю, что дело может быть в степени кислоты капусты, ну и в самих грибах. На всякий случай отварите грибы отдельно, окей? Ну, а если все же соберетесь варить вместе, не говорите потом, что я не сообщал вам про предупреждение Вильяма Васильевича. Отправляю капусту в кастрюлю и заливаю ее водой. Пусть начинает вариться на медленном огне. Теоретически, можно отправить капусту в духовку в чугунке или в горшке и оставить там томиться до победного конца. Изобразить, так сказать, русскую печь. Но пока это не обязательно. Вот смотрите, закипело все. Убавляю огонь до самого слабого. И оставлю под крышкой. Встретимся через полчаса. Полчаса прошло. Начинаем варить грибы. Отправлю сюда одну луковицу и доведу до кипения. Если хотите еще больше усилить вкус, то сейчас к грибам нужно добавить, кроме луковицы, еще и корешок петрушки, сельдерея. А по окончании варки вместе с луковицей их нужно будет выбросить. Но я ни петрушку, ни сельдерей не добавляю. И без того будет умопомрачительно вкусно. Ага, закипело. Убавляю огонь. И накрываю крышкой. И жду еще полчаса. А капуста продолжает томиться. Прошло еще полчаса. Пора завершающих телодвижений. Луковицу из грибного отвара надо удалить. А грибы и капусту соединить вместе. Этот горшок для щи я использую в первый раз. И только ради красивой картинки. Раньше не морочился голову и готовил все в обычной кастрюле на плите. Но чего не сделаешь для подписчиков. Томить щи надо еще хотя бы полчаса. Температуру выставлю в 110 градусов. Обычно просто ставил кастрюлю на самый слабый огонь. И оставлял так томиться на полтора-два часа. Можно вообще на всю ночь поставить. Еще вкуснее получится. Встретимся через час. Итак, час прошел. И командно-административным методом я принимаю решение о завершении готовки через полчаса. Значит, сейчас самое время ввести лук. Луковицу надо нарезать помельче. Это, кстати, второй важный момент для щей. Двойная закладка. В первый раз кладется в самом начале целиком в бульон с последующим удалением луковицы. И второй раз уже в нарезанном виде перед окончанием готовки. Отправляю лук. Главное, крышку не грохнуть. Горячая. И не обжечься. Через 15 минут надо будет добавить лавровый лист, черный перец и проверить на соль. Впрочем, если у вас капуста достаточно кислая, то соль может и не понадобиться. 15 минут прошли. Буду доводить щи до вкуса. Сначала лавровый лист и перец, как и говорил. А теперь проверить на соль и на кислоту. Вкусно, но кислоты хочется побольше. Я отрегулирую ее тем рассолом, что сливал с капустой. Мне нравятся щи отчетливо кислые. Так, что теперь с кислотой? Вот теперь идеально. Отправлю щи в духовку настояться. Вы будете смеяться, но процесс настаивания и доваривания, в кавычках, щи может тянуться бесконечно. Вот теперь все готово и можно приступать. Солнце выглянуло, глаза слепит. Еще и говорить очень сложно, потому что в физиологии работает так, что собака Павлова удавилась бы от зависти. Давайте уже смотреть. Сначала, конечно же, бульон. Яркий. Мощная кислинка. Мощный аромат грибов. Под такое можно смело граммов 300 уговорить. С большой пользой для организма. Грибочки. Сметанка. И капустка. Никак не зачерпну. Ну, еще одна. Отлично. Как я это делаю, люблю и уважаю. С черняшечкой. Если вы до сих пор ни разу не попробовали настоящих щей с квашеной капустой с белыми грибами, сухими, вы столько потеряли. С ног. С ног шибательное блюдо. Просто какая-то феерическое, просто феерическое сочетание всех вкусов и ароматов. Это сказка. Настоящий похмельный супчик. Приготовьте. Порадуйте себя и близких. Кто-то скажет, надо было чеснока добавить или зелени. Ничего никому не навязываю. На мой вкус, эти щи абсолютно самодостаточные. И что-то в бабушкином рецепте править, только портить. Понравилось? Приготовьте. Угоститесь сами и угостите друзей. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!